Густые леса и полноводные реки. Просторные луга и кристальные озёра. Многообразный животный и растительный мир. Уникальное историческое и культурное наследие. Всё это – Земля наша. А это – главное богатство Земли нашей. Её люди. Заботиться о сохранении памяти о героях войны. Заряжать здоровым спортивным духом всех окружающих. Освоить премудрости ирландского кружева, вышивки и плетения из лозы. Всё это – порывы души и увлечения героев нашей сегодняшней программы. В центре внимания Людмила Мурашко, Зинаида Ковалёва-Чистова и семья Замореевых. Люди, которые считают. Сценарий собственной жизни нужно писать только добрыми делами и бескорыстными поступками. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада видеть вас в своём доме. Пожалуйста, проходите. Давно ли вы сюда приехали? Мы приехали в 83-м году сюда. Брат был участок и попросил нас, говорили, хотите, давайте вместе жить. Для Людмилы Людвиговны эти годы, 30 с небольшим, пролетели, словно одно мгновение счастливой жизни на новой малой родине. Родилась она в Ходницком районе. Потом маленькой девочкой уехала с мамой и отцом военным в Германию. Свою семейную жизнь строила уже здесь, в посёлке Победа Гомельского района. Служили мы в ГДР, группе советских войск Германии. И, знаете, посмотрели, как там чтят воинские захоронения. Я видела бабушку, которая вот старенькой, с леечкой, в халатике наверх. Она так трепетно поливала цветы на наших русских воинских захоронениях. И вы знаете, вот мне было, тогда я ещё была ребёнком, мне было интересно, как это так, вот, люди побеждённой страны. И в школе нас, естественно, водили на эти захоронения. И у нас был военно-патриотический клуб, который впоследствии я возглавила. Принимали в комсомол, пионеры, именно на этих воинских захоронениях, да, в Германии. Ну, русская школа. Мы, когда приехали уже сюда, в Советский Союз тогда ещё, вот здесь стали строиться и жить. И я увидела здесь вот у нас стоит памятник. Конечно, был он не в таком надлежащем виде. Говорит, приехав из чужих мест, повзрослев, именно здесь тогда поняла. Вот она, истина, доказанная самой жизнью. Зачитанная от корки до корки книга о войне в Испании Хемингуэя. И это высказывание, которое повторяло не одно поколение советских ребят. Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Людмила Людвиговна стала собирать воспоминания сельчан, которые помнили ожесточённые бои в здешних местах. Мне моя соседка, вот ныне покойная, Царство Небесное, она мне рассказала, она была свидетельницей тех событий. Здесь были очень жестокие бои. У кого были медальоны, какие ли опознавательные знаки, они сдали всё в военкомат. На основе вот этих всех медальонов были созданы списки погибших солдат. Она первой стала ухаживать за воинским захоронением сама и привлекать добровольцев для уборки на братской могиле. Для неё это не было каким-то пафосно-патриотическим мероприятием, а настоящим порывом души. Хотя, признаётся, слышала, как некоторые в селе за глаза говорили, просто комсомольская активистка. Но Людмила Людвиговна тогда решила, нужно стараться, как говорится, из-за себя, из-за того парня. Стала собирать документы о павших героях. И вот 134 имени воинов из самых разных уголков Советских Республик увековечены на Гомельской земле. 134 человека, да? Да. Это только известные, у которых были опознавательные медальоны, какие-то документы. Вы же понимаете, очень много было раненых людей, были части тела. Поэтому здесь 134 известных, но там очень много неизвестных, которые покоятся. И вы знаете, я всегда на митинге говорю, что для нас нету наших или чужих. Для нас, всех, кто похоронены здесь, вот по спискам можно смотреть от Бреста до Владивостока. Людмила Людвиговна добилась установки знака с информацией о том, кто здесь похоронен и в каких боях пали герои. Позже здесь появилась и табличка со статусом историко-культурной ценности мемориального комплекса. Она вспоминает, как за все эти годы забота о воинском захоронении стала для нее, ее семьи, друзей и знакомых неотъемлемой частью жизни. И говорит, сейчас точно поняла одно – война – это смерть, но это еще и такая жизнь, потому что она дарит такие истории. Из Воронежа приезжали, вот я говорю, сыну, правну, погибшего солдата. И мы их пригласили после мероприятия 9 мая, мы их позвали к себе в гости. Знаете, как родню позвали, и вся улица к нам пришла в дом, сколько вместилось людей, мы там всем было интересно. И когда он рассказывал, и когда он говорил, что вот со слезами на глазах, что мы ждали этого момента, чтобы найти эту могилу, найти хотя бы что именно здесь, вот кости моего отца. И мы сидели со слезами на глазах. И это была такая встреча, когда мы и провожали вот такой момент, такой очень трогательный. И мы уже возле последнего дома остановились, попрощались, как будто бы сто лет видели мы все. И мы смотрим, уходит этот пожилой человек, седовластный. И он зашел с тыльной стороны памятника, встал на коленке, расстелил, достал платочек свой носовой, расстелил его. И туда набрал земли, вот так вот сложил, вот так. Вы знаете, плакали все. Фармацевт по специальности Людмила Людвиговна работает в санслужбе воинской части 55-25. А еще она депутат Улуковского сельского совета и солистка народного хора. Но энергии хватает на работу, семью, приусадебное хозяйство и идеи для всевозможных патриотических мероприятий. И, конечно, она до сих пор в поиске нитей судеб героев. Подавали заявку на передачу «Жди меня». Вот эти все списки мы, значит, послали в передачу. Но... И я потом созванивалась с ними. Но они мне сказали, что лучше поименно каждого нужно на каждого делать заявку. Вы знаете, не было просто такой возможности. Вот. Ну, они говорят, а вы оставьте, а вдруг кто-то откликнется. Я с 1986 года занимаюсь, да. И дети приходили маленькими на наши митинги, на чествование 9 мая. То сейчас выросли уже их дети. И в этом году уже мои внуки там, моя внучка, внучка брата уже, молодое поколение. Они с удовольствием приходят и там, значит, выступают. Когда щедры будут зимой, да, дети приходят щедровать, и некоторые говорят, «Тетя Люда» или «Бабушка Люда». Говорят, а мы хотим на 9 мая выступить. Они записываются уже на протяжении 2-3 лет, записываются выступить 9 мая. Вы знаете, хочется плакать. Теперь это их общая победа. Сегодня в поселке живут чуть меньше 2000 человек. За все эти годы Людмила Людвиговна приросла душой к людям и земле. Теперь забота о воинском захоронении не только дело ее жизни, но и многих-многих сельчан. Людмила Людвиговна мечтает. Даст Бог, в их поселке возродят забытую традицию советских времен. На свадьбу после росписи молодожены приезжали к братским могилам героев и отдавали дань памяти. Ведь прижилось же, говорит доброе правило местных жителей, в день пообеды забывать о всех ссорах между соседями, семейных дрязгах и дружно встречать каждый подаренный нам май. Человек, бурлящий поток жизни, смеха, самоиронии, мощный эмоциональный магнит для всех окружающих. Зинаиду Сергеевну Чистову местные жители считают живой достоперемечательностью деревни Головинцы. Оказалось, спортсменка, активистка, душа всех мероприятий на селе и первый раз в жизни перед телекамерой тоже как рыба в воде. Вот фотография, да, вот молодая студентка девочка. Да, это я была студентка молодежи, да, мне здесь где-то, наверное, 15 лет. Вы кто? Вы мастер спорта? Да, я защитила первую, сначала первый разград, а потом мастера спорта. Но первая разградница я и по лыжам, и по плаванию, и по волейболу, и по легкой атлетике. Везде танкаль, как говорят. Выступала за урожай, за динамо, за буревестник, представляете? Ой, у меня, наверное, форма была 5 или 6. Откуда вот такой заряд, такая мощь, она не иссякает этой энергией? Откуда это у вас? Ой, видимо, вы знаете, это, видимо, от родителей. Эта вот энергия вся эта, от мамы, видимо. У меня мама очень хороший, интересный человек. Она проработала учительницей 36 лет. Вот она, даже есть старые фотографии, где она. У нее был до такой степени почерк красивый. Ее до того ученики все помнят и любят. И до сих пор мне с антоклассников заходят и говорят, «Здравствуйте, Зинаида, это ваша мама, Ксения Тимофеевна?» Ну да, ой, она же моя классная. Или там, ой, она меня учила. Она была у нас тоже бойкая, спортивная. У нее коллектив учителей, у меня даже есть фотографии, они все вместе могли собираться у мамы. Вот она вела, видимо, такой же образ. Друзей. Зинаида Сергеевна экономист по образованию, но без малого 25 лет проработала начальником сельского почтового отделения. При этом спорт в ее жизни не могли вытеснить ни работа, ни семейные хлопоты. В 60 с небольшим хвостиком решила, а не стать ли фитнес-инструктором для тех, кому за. И как все у нее сказано, сделано. Вот, сегодня вторник, у меня очередное занятие фитнесом для моих старичков. Хорошие старички, активные, мы поедем. Вот мне хватает палочек, мой супруг чудесные палочки нам сделал. Это какой-то фитнес-инвентарь у вас? Это инвентарь, у нас кроме инвентаря еще там хватает. У нас есть и диск, есть и чем ноги промассажировать, и массажер есть. Но это палочки помощники наши. Я еду на велосипеде, потому что пешком я ленюсь. Ходить там в спиде езжу. Отдельный зал для тренировок в Улуковском доме культуры. Настоящий подарок для пенсионеров, которые хотят заниматься спортом. Тренировки строго три раза в неделю. Но, говорит Зинеда Сергеевна, теперь ей с подопечными нужно пространство побольше. Сейчас в огородный сезон места для занятий хватает. В холодное время года в зале головинской спортсменки «Аншлаг». В общем, скооперировались Зинедой Сергеевной в бассейне. Мы еще посещаем все бассейны, плаваем. А потом пришла вот такая мысль заниматься еще и в Доме культуры. Начали заниматься в конце прошлого года. И вот сейчас у нас порядка 18 человек. Но летом ходит гораздо меньше. Ну, кто-то ходит, у кого-то дети, у кого-то внуки. И постоянных вот 8 человек на сегодняшний день, которые посещают. Мы стараемся, конечно, в меру своих возможностей упражнений. Некоторые, если тяжело делать, они делают в полсилы. Вот. Ну, как я уже хожу, так сказать, ну, сначала. Иногда пропускаю, конечно, потому что работа там и все. Вот. Уже какие-то упражнения гораздо проще получается делать легче. Зинаида Сергеевна сама разрабатывает программы для занятий. Все адаптировано для женщин, у которых есть проблемы с мышцами шеи, поясницы, суставами. Но старается не повторяться в движениях и ставить перед собой и своими фитнес-подругами все новые и новые задачи. Мы организовали добровольно, решили, кто будет ходить. Я даже сказала, придет хоть один человек, все равно занятие будет. Потому что я занимаюсь больше, если сказать скотровину, для себя. А девочки, они подтягиваются. Молодцы. Сила воли у многих очень хорошая. И многие ходят. Даже удивительно. По два уже месяца, по три, и они все ходят. Первое время болели мышцы, теперь такие довольные. Говорят, ой, я уже так могу, я уже так могу. Уже довольны все. У вас есть какое-то движение, которое вы до сих пор умеете делать? Как оказалось, возраст? Возраст? Есть. На шпагат даже можем садиться. Давай. Девочки уже свои получили. Ну, они на полу шпагатах еще. Они вот к стенке становятся все, восстановитесь девчата. И вот они делают вот эти хорошие упражнения. Вот раз. Для фитнес-бабушек Зинаида Сергеевна не только спортивный гуру, но и пример силы духа, тела несекаемой энергии. А еще именно здесь, говорят, вместе научились новому для себя чувству, любви к себе. Это тоже волевое и тяжелое для многих решение. Тоже спорт, говорят. Сказать и доказать самому себе и родным, что дочь, невестка, жена, мама, бабушка с миллионом домашних обязанностей имеет право на свое личное время. Ну, вы совсем не похожи на деревенских бабушек. Ну, почему мы? Мы вообще не считаем себя бабушкиными. Мы девушки, ура, свитеси. Как говорится, дружба – это позитив. Мы всегда везде. Ей куда-то на концерты, даже иногда благодаря Сергеевне, она, Зинаида Сергеевна нас приглашает. Мы ходим на концерты. Иногда на танцы даже можем сходить. После, кому за 30. Конечно, вы знаете, дома, особенно когда зимой, осенью, огорода во многих нету, нужно куда-то себя одевать. И вот занимаемся и ходим в гости. Я хочу призвать всех женщин нашего молодого возраста, чтобы они приходили, общались, занимались с нами. И им понравится больше уверенно. Девочки, не сидите дома у телевизора, в интернетах. Приходите к нам заниматься. Женщины сетуют. Жаль, трудно затянуть к себе на тренировки детей, внуков. Времени молодежь не находит. А может, шутят фитнес-бабушки, они просто боятся, что спортивный дух старшего поколения окажется сильнее. Семья Замореевых вернулась в родной Гомельский район спустя почти 30 лет. Судьба помотала сначала по Красноярскому краю, потом жили-служили в Иркутске, в закрытом военном городке. На чужбине растили сына и дочь, но всегда твердо знали – север – это временно. Обязательно возвратятся на родину. Вернулись в отчий дом Нины Ивановны. Но родителей в живых уже больше нет. Волнение перед телекамерой – первый раз в ее жизни. И вот нахлынули воспоминания. Дом, в котором я родилась. Вот здесь. Хорошо. Вот практически все точно так же, да? Здесь все осталось так, как было при родителе. Мы уехали здесь, когда мне было 19 лет. Но эмоциональность, естественно, для тонкой души художника. Анина Ивановна – настоящий художник. Мастер сплетения нить и узоры. Она успокаивается и рассказывает. Свой талант унаследовала от мамы. Это работа прошлого века. Я помню, когда она заканчивала ее, эту работу. Вот эта картина очень нравится. И она хранится в нашей семье. Еще одна картина, которую тоже мама вышивала, жар-птица, она и до сих пор висит у нас в доме. Вот так вот на стене, как было тогда, когда здесь жили родители. Живя в России, Нина Ивановна просто заболела плетением ирландского кружева. Привезла на родину несколько своих изделий, связанных в этой технике. Сейчас уже не может остановиться. Как художник рисует эскизы, а потом нитями выкладывает узоры, которые становятся предметами гардероба. Давайте примерим. Давайте. Давайте. Вот это вот сюда. Подевайте меня. Вот так. Руки, руки. Извините, это не получится. Все получится. Вот так, да? Долго надо это делать? Сколько надо это уходит? Все зависит еще и от размера. То есть, если размер маленький, жилеточка маленькая, коротенькая, еще и без спинки. Да? Я нормально. Вот она. Вот она. Ну, месяца два, три. Если размер на меня, то есть размер не на дюймовочку уже, а чуть побольше, то это 5-6 месяцев. Отдельно мы берем это в руки, навязываем вот эти вот маленькие цветочки. И это, наверное, самое легкое. Навязать цветочки, навязать листочки. Потом все это надо как-то продумать и выложить в то, вот что у тебя зреет в голове. И это каждый раз по-разному. То есть, даже вот если захочешь, тебя просят повторить, свежи вот так же, никогда не получится. Иногда одежда авторства Нины Ивановны напоминает картину, особенные детали пейзажа или натюрморта. Дамы в кардиганах, накидках, платьях от Замареевой неизменно притягивают пристальные взгляды окружающих. Очень люблю осень. Очень люблю осень. И это, наверное, моя любимая пара года из всех. Даже вот в своих работах попыталась это отобразить. Этот жакет вязала я. Начала летом, закончила поздней осенью. И с ним связано несколько интересных историй, которые произошли. На остановочке стояла в городе. Женщина подошла и говорит, очень красивая вещь. Вы сами вязали? Я говорю, да, я сама вязала. Очень красиво. Нельзя не обратить внимания. А второй был случай, когда я пошла на рынок, и у женщины, у которой я обычно затариваюсь первоноющим, она говорит, Нина, вот эта вот работа у тебя, это же вы сами сделали. Я говорю, ну да, я сама это все связала. Она говорит, вот я понимаю, что вы это связали, а из чего вы листочки вырезали? Хотя все это можно, говорит, потрогать? Я говорю, ну конечно можно. Но ходят в изделиях головинской мастерицы пока только самые близкие и дорогие сердцу люди. Нина Ивановна не делает одежду на продажу, а просто раздаривает. Говорит, это хобби для души. Вообще душа, требующая творческой реализации, это семейная. В доме Замареевых не один творец. Дочь Татьяна работает охотоведом, занимается выездкой лошадей, готовится сдавать экзамены на эксперта-кинолога, но руки в свободное время тянутся к иголке с ниткой и бисеру. Первая моя работа крестиком, довольно хорошая, на мой взгляд, это вот эти лошади. Потом вот эта. Она была на выставке в университете. И вместе с этой призовое место заняла вот эта моя работа. Ну, первая. Очень мне нравится. Ну, а здесь рукоделие на вышивке не заканчивается. Подушки шить начала. Там как-то все обрабатывалось, нашивалось. Ну, тоже вот. Бисер включительно сюда. Крестом и бисер. В последнее время Татьяну завораживают ловцы снов. В доме их уже несколько десятков. Это только часть из коллекции, в которой ни один экспонат не повторяется, несмотря на стандартную форму. Натуральные материалы для экзотических изделий Татьяне приносит с охоты папа. Александр Николаевич Замареев военный в отставке. Еще на севере получил специальность и охотоведа-биолога. Разводит лошадей и охотничьих собак. Сейчас на пенсии в деревне всего себя посвящает любимым животным. Все говорят, что в Сибири очень много зверя, очень много птицы. Да, может быть много. Может быть. Но если брать по площади, наша Беларусь, вся Беларусь, она чуть больше Иркутской области. Но если брать по территории, примерно на одну тысячу га у нас больше и зайца, и лоша, и всего. Зверя у нас тут очень много. Ну а что вы добывали? Вот это обычно утки на что охотят? Сейчас, в настоящий момент, я в основном охочусь с гончими, именно только с гончими, на зайца-лисицу. Зайца мне просто уже жалко стрелять, а лисица – это достойный соперник, которого не так-то просто обмануть. Здесь же, в деревне, решил не отставать от своих вяжущих плетущих домочадцев и стал заниматься тоже плетением. Правда, из лозы. Делать корзины для самых разных хозяйственных нужд. Александра Николаевича когда-то научил его отец. Сколько надо, чтобы корзину тут сплести? Сейчас лоза уже есть? Сейчас, сейчас нет. Сейчас, сейчас временный перерыв, потому что лоза хрупкая, и примерно в конце августа, начале сентября уже начинает гнуться, и можно плести. Вот хожу на охоту, собаки работают, уйдут куда-нибудь, ножик в кармане, лозы нарезал, пока ждешь, сядешь, либо крутишь, либо еще что-нибудь. Как тканые рушники и вышитые картины мамы греют душу Нине Ивановне отраду для Александра Николаевича помнить и передавать молодым ремесло его отца. А вечерами он часто играет музыку своего детства. Мне 56 лет, вот эта музыка, если я услышу изредка клеп косый, такая музыка каждый вечер раздавалась практически из каждого подворья. А сейчас у нас вот деревня Головинцы большая деревня, ну, наверное, я, мой брат и мой племянник это последние, кто таким образом, вот именно старинным, с такими косами заготавливаем щено для своей скачины. И это происходит вот таким образом. О талантливых, активных и компанейских Замареевых деревни знают все. Замареевы уже не приезжие свои Головинские. На праздники они показывают изделия, рассказывают о своей семье и катают всех желающих от мала до велика на лошади. Нас тоже прокатили верхом. Для семьи, которая не променяла родные пейзажи на сибирский простор, местная речка и луг первые источники жизни и творчества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова